есть одна закономерность когда в икее очень громко работает музыка знайте в икее нет покупателей почему чем меньше покупать чтобы разбавить атмосферу и добавить органичности новой моды 21 век друзья всем привет вы на канале про икеи мы просим и татьяна и дмитрий город саранск действующие уже 11 лет службы доставки товаров икея и три с лишним года мы радуем вас нашими обзорами а вы радуете нас тем что смотрите подписывайтесь и оставляйте комментарии а пока мы не начали обзор с мойками я хочу обратиться к подписчикам и сказать мы постепенно маленькими шагами приближаемся к 100 тысяч подписчиков и давайте сделаем дмитрию юрьевичу небольшой подарок на день рождения у нее день рождения 1 июня и как не было им серебряную кнопку и мы будем каналом с вами серебряной кнопкой я думаю это принципе осуществимая мечта вполне осталось 25 тысяч вполне реально для вас это несложно для нас это очень важно это очень важно ребята это стимул двигаться дальше приезжать в икею за 300 километров снимать гостиницу же здесь несколько дней оставлять детей и снимать 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 и так по и последний псс добрый комментарий нас всегда стимулирует на творчество для любые комментарии даже не хейтеров мы любим но хейтеров мы просто смеемся так давай про раковину уже ну хорошо итак мы с вами сегодня находимся по вашей просьбе в отделе кухонь потому что как оказалось выбрать раковину дистанционно это одна из болевых покупателей мы давно уже снимали у нас такой старенький обзор мы его не публиковали на канале только для внутреннего пользования поэтому сегодня мы вам будем детально работать будем следующем формате так как все-таки раковина это мужская ипостась и все технические характеристики знает дмитрий мы с вами будем сначала посмотреть всю нержавейку потом посмотреть всю керамику потом посмотрим весь фальшками я вам буду показывать название говорить характеристики отзывы клиентов а дима будет разграмливать с технической точки зрения каждую раковину и вроде на первый взгляд раковина это самый простой предмет ведь что и взять из нержавейки она штампованная керамика и сделаны из определенного по форме по форме да и новый 21 век можно сказать продукт из искусственного камня что тут скажешь на первый взгляд хотя очень много информации скрытая мы сейчас вам покажем и так начнем с самого начала начнем с нержавеющей стали с матчасти нас матчать я расскажу немножечко но интересно мойки у ки из нержавеющей стали в основном преобладающей большинством что и всегда это было спокон веков была хорошая металлическая бойка начинается как объяснить с толщины которые рекомендую вам брай выбирать толщину от 0 6 и выше одну даду 2 вот этот промежуток толщины дает вам у мойки 1 долговечность 2 чем толще мойка тем как вам сказать тем меньше слышно звук попадания соприкасания воды от крана с мойкой меньше резонирует звук чем металл тоньше тем более он звонкий давайте так объясню в икее по моему приблизительному взгляду ну где-то тут в районе 08 и однерки а может даже 1 и 2 тоже вот давайте мы еще раз проглядимся утром в разрез очень очень плотно ну да очень плотно с хотели спросить у менеджеров или консультата в какую-то который проектирует кухню спросили какая толщина есть такой тоже бывает от нормы мойка из нержавеющей стали не боится неопрятного укладывания посуды этот период дети когда бросают кидают она этого не боится металл хаотичного тогда металл он ее ароматизируют и посуды не разбивается что с другими мойками но будущем об этом поговорим они не могут этим похвастать и мойка не мнется на сток молотком шарахнуть ну да но деформация на просто даст небольшой просто визуальный дефект а так она не потеряет функционал дима расскажи пожалуйста как вот ты говоришь острых предметов она не боится а ведь царапины все равно же появляется но царапины это естественный процесс со стороны металла покажем вот я прям вот стою пока ты под часть рассказываешь они меня прям вот бесит этого не избежать в любом случае с этого вот 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 фокус приди это в любом случае не избежать как вы не старались бы аккуратно обращаться с мойкой все равно со временем они все больше и больше будет покрываться царапинами да и через года два три четыре в зависимости как вы спактируете мойку здесь какая еще вода зависит плюс вода да она со временем из более блестящего состояния как вот этот новый она превращается в более матовая сеной чуть-чуть тускеет прощается в мат но сейчас современные средства по уходу таковы если не просто так спросил потому что здесь раковина никто явно не натирает хорошо что уборчество пройдет ну вроде как ну как скажем так но не буду сильно дохапываться но пыль нашла а ребята то есть современные средства по уходу есть такие что в принципе они немного сглаживает эти царапины это прямо тоже вандализм у нас просто у самих раковина мойка из нержавеющей стали так хочется сказать раковина и она у нас где мне не ошибаюсь на лет 78 точно да она меня бесит знаете чем бесит у нас вода старирована и у нас все вот в этом вот налете то есть ты посуду помыл и шве натираешь следом дочь пришла кружку сполоснул 5 это раковина грязная это вот единственный минут но она не прогнила она не помялась и настолько безобразно детей эксплуатируют все такое не сливается все живы здорово ну и лайфхак небольшой который я еще при системе при себе ровору был я вам расскажу небольшой лайфхак с металлической мойкой давай гологоль интересно так как металлические мойки грешат большой звук очень хорошо слышно чтобы избавиться звук на полосы не на 100 процентов но как минимум 30 процентов убавить звук от воды от укладывания посуды вам необходимо будет вот проклеить вибропластом давай я вам разу вниз шумоизоляцию сделать как в машине да вот сразу видно что муж автолюбитель это тюнинг для хозяйки желательно полностью все нижние полностью нижней поверхности дорогой ну хорошие хорошие рублей 300 будет а скобину маленький кусочек или нормальный это маленький я не знаю вообще какой он эффект может нести нет вот ты бишь 300 рублей вот за сколько вы за сантиметрик за такой пониманием за сколько обойдется обклеивание раковины примерно тайну я вот как я помню покупал ну примерно вот площадь обычно вибропласт как раз вот ну слушать большую мойку я приблизительно вот примерно как листочек примерно вот с эту мойку в общем я так думаю что три листа на тысячу рублей за глаза хватит обклеить если у вас мужчины с руками с руками хватит да это продается как и в строительных магазинах я заметил и воли есть у леруа мерлен есть вот эти вибропластовые пластиночки ну и сантехнически наверно вы или хотя бы в магазинах автотехника что же можно найти дим еще какие-то технические моменты есть по раковинам или в принципе докопаться больше не до чего ну докопаться я не смогу до этих металлических моек если скажу что они имеют все мойки вики большой диаметр сливного отверстия все нет маленьких все только под большую но она берите закручивается из-за одну то есть заодно если я найду ее а пластиночка на магните мы не найдем с тобой сейчас поищем ну ладно мы тогда это она для ванны для вас нет она сюда также но мы по ходу пьесы найдем на местах не продолжим здесь просто сейчас с клиентом работать давай немножечко подвинуться тогда так вот первый нержавеющий раковин покупатели чтобы нами не мешать так она выносная можно так сказать да смотри вообще вот это я для хозяек честно это классно когда есть вот это крыло сколько я тебе но и что мне меня бесит что вода вот тут вот на шкафчики все но собак смотри ты говоришь мне бесит что остаются разводы да но свет и у тебя будет разводов и еще больше тоже площадь очень большая я хочу чтобы развод мне оставались там закрыты большим пасутся мамы тогда тебе надо или керамика я думал посудомойку это я тебе расскажу посудомойку керамика и искусственный камень все бы хорошо потом давай покажем все таки что мы нашли 60 на 89 бред шон 80 69 25 лет гарантии имейте ввиду устанавливать между двумя отдельными столешницами поэтому не придется выпилить специальное отверстие под мой вкус на накладная видимая фронтальная стенка вот это про что мы говорили то есть на класса защищает шкаф она защищает его от соприкосновений с водой и дима шмешка подвернул то есть фронталка заканчивается не просто вот обрубанием она еще здесь примерно на сантиметров 8-10 но если вода стекает она попадает вот сюда то есть уже в шкафчик она не попадет раковина двойная с перелив чекам то есть если вы нечаянно до ушли в интернет и кастрюлю начала сразу жарить пустого закона и все это это должно быть у всех если не перелива лучше сверлить и делается перед а то есть иметь просто это просто есть но если у вас частный дом и воды вас не ограничены лейте так смотри значит здесь два отсека один побольше один поменьше попробую сейчас найти размерчики а так значит ширина отверстие 64 длина отверстие 80 от передней до задней стенки 69 отдельного размера нету вот сколько но визуально вот этот чуть побольше ну честно удобно конечно мне вот 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 мне нравится такая раковина а сифон сюда входит за 1900 и заглушка за 300 рублей 2 штуки того комплектация 39 500 будет стоить у данной раковине кстати вот эти походу но не в любом случае резонирует татьяна полная ну да единственное единственное спасение чем больше вы покроете площадь вибропоста тем меньше она будет звучать так это точно такая же раковина бред шон только 60 на 69 уже стоит 30000 соответственно сифон отдельно вот давай покажем вот она в процессе эксплуатации вот видишь вот это уже ничем не убрать ну вот поближе максимально туда не такие тоники царапки но я надеюсь будет видно вот это путина на даже даже при условии что это выставочный образец и особо тут нет 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 предметов которые могут поцарапать она уже вот уже поюзанная так дальше идем это одинаковые раковины про нее больше добавить еще нас очень статью же фартуком она накладная так вот туда лен так вверх вот она а сейчас это раковина вся по фэм или идет 7 399 это размер 88 на 53 дим вот здесь будет поудобнее но у тебя на за распределение должно должно нет здесь нету этих бегунков она просто вмонтирует давай так значит а это уже побольше 110 на 53 она стоит 8000 в общем давай посмотрим на любой вот туда лет она тоже кстати по family 9890 сейчас комплектация вместо 12 2000 экономите два отверстия 2 черёж двойной будет тифон идти здесь соответственно она уже врезается вот о чем дима говорил что да нужно будет саму раковину можно использовать как шаблон а кстати вот смотри наконец-то так большая чаша глубина 18 ширина 33 большая чаша от ну короче как понимаю от и до 40 сантиметров большая чаша объем на 18 литров малая 18 33 на 40 объем 18 то есть от от передней до задней стенки 53 глубина тоже 53 получается здесь две полностью знаковых чашек плюс у данной раковины очень классное большое крыло куда можно положить посудную тушилку соответственно белье посуду высушили убрали раковина большая 10 сантиметров нужно умудриться найти дома под данного товарища а вот туда лен есть еще вот в такой модификации тоже здесь темно тебе будет неудобно она сейчас по family стоит сама раковина 5 499 плюс 1900 стоит к ней сифон а размеры значит объем малый большой чаши 18 а объем малый чаши 5 литров но она уже по размеру 73 88 53 точно так прилично меньше и крыло поменьше и отверстие так это керамика эта керамика дальше все лишь он это полноценная раковина с дополнительным вырезным краешком здесь тоже есть перелив чеки это все как надо 9000 стоит раковина 1900 стоит сифон кстати имейте ввиду на сайте все комплектации будут уже сифонами если вы решили засыпать делал заказ через интернет и еще кинуть на сифон то вас придет 2 сифон вам этого не надо поэтому сифон заказывать знаете где кстати лайфхак такой можно посмотреть на сайт заходе в описании товара подробнее и там быстро какие к упаковке прописан там очень часто люди даже у нас приходят мне раковину мне сифоны смотришь по комплектации тут уже сифон есть и тут еще сифон есть так давай здесь посмотрим по объему что вообще есть вы хотите здесь не прописано объем не шуток шуток так это маленькая то большая у нас была большая была 75 на 46 а маленькой 58 на 46 глубина одинаковая разница по длине фактически здесь малое отделение такой же увеличен только большая чаша сама раковина сама мойка стоит 6000 без 10 рублей цена очень удобно что у икеи все-таки вот так я могу выдвинуть и оценить а будет для меня удобного способа потому что вот так я не оценил внизу я тоже нет так значит филиш он точно такая же наверху я смысла нет осматривать и лонгуден 75 на 53 она тоже врезная она тоже с двумя чашами здесь тоже двойной сифон стоит на 8000 75 на 53 кстати смотри у вот таких больших широких раковин уже есть отверстие у таких вот узких раковин отверстия не предусмотрено сифон соответственно кран монтируется рядом так большая чаша 18 малая чаши 18 хоть бы объем что вот эта информация очень часто друзья икея не хватает ну не жили так трубу еще этот толщину да толщина и пуши разводим так пойдем дальше копаться что у нас еще есть дальше у нас лонгуден мы сейчас лонгуден смотрели большой это малая 46 на 46 от всего 3000 но я считаю что адекватно ценит как думаешь на икейский рак мойки вот так как бойка она не тоненького из не из методикого металла то в принципе цена достойная она стою кратко стоит своих делений мне кажется даже с качество ценность выше чем цена так здесь тоже просверлено уже отверстие стоит сама раковина 2 990 и 1100 стоит к ней сифончик но за нас всегда в кусты и когда по скидке кто скидки не любит лонгуден такой же только уже 56 на 53 стоит 5 990 нормально такая разница на это на стыке самых маленьких раковин глубина 52 и 5 но глубина это не только самой чашки но и всего выступа то есть от края до максимальной низкой части у малыша глубина объем кстати маленькая раковина 18 и глубина 18 сантиметров плюс никак не 18 до и будет будет а вот эти 52 сантиметра глубина она глубина считается вот этот часть да мне откровение длина 56 56 на 53 а глубина потому что здесь 18 здесь 52 в общем прежде чем покупать изучайте информацию на сайте давай покажем и даже визуально вот это заявлено глубина 18 возможно просто кто-то когда разносил инфу ошибся опечатку думаешь ну вот здесь будет 50 сантиметров здесь будет 50 сантиметров поэтому воде еще 10 как раз уровень 20 сантиметров так смотри следующие уже не закругленная видишь какая остренькая хорошо он обратитесь продавцу раковина 15 тысяч рублей нержавеющая сталь за счет чего складывается такая цена за счет наверное лаконичности очень малого края нет никаких выступов а тут сплав другой идет тоже 25 лет гарантии он более блестящий нержавеющая сталь просто забыл напомню что сплав тоже имеет большое значение на цену от этого цена зависит от толщины и сплава раковина мойка мойка по факту если и кей дает такую большую гарантию на мойке то не дает 25 вот твоя магнитная штука дай договорю эти достану то я буду уверен что они сделаны из хром никеля сплав 18 10 вот эти мойки я тоже человек в романитель я знаю откуда было на магните ногти ломать ножичку подковырять а как дома могут и допустим выковыривать ножичком на магните короче она находится кстати у кого такие заглушки вам удобно или все-таки удобно сейчас мы покажем на винтике а это я рекомендую во первых это всем это дает хорошую преграду от больших элементов о ушей это очень хорошо предотвращает от больших органических отходов но большинство чем на дырку не попадут ну там более большая сеточка идет более круглая дырочка в общем вопрос как доставать магнитную фигуру с одной стороны магнит там магнит она же да понятно как я достану вот у меня там пусть и вот ты мне поставил такую раковину хорошо поставил туда глушку я чуть не делать должна ногти ломать ножом подсыпать конечно не интересно так раковины норшин только большего размера размер у нас 54 на 44 цена уже 18 тысяч рублей вот она красоточка квадратненькая уже бухольми у нас такая раковина живет в нога в офисе она ждет своего часа дома тоже 25 лет гарантий кстати на все мойки 25 лет гарантии размер 47 на 3 например малышка малышка так стоит 1990 с комплектация с тифоном 3090 глубина 30 длина 47 значит правильно это имеет ввиду размер а глубина чаши 15 сантиметров поэтому вот это вот имейте ввиду а то напишут глубина 52 и дубы тянуть да ёшкин кот что-то сколько же какого размера шкаф то должен быть так дальше раковина вот толщина стали 0 7 миллиметров видишь на чем-то написано ну кстати видно она потоньше нет вот-вот даже цель вот ходит видно что он потоньше или вот да вот это уже прям крепкая 0 7 миллиметр цена кстати 1490 фюндик вообще бюджетная считаю 45 на 39 размер и глубина чаши 15 сантиметров а так здесь ну вот то потоньше фюндик бухольмин все-таки поплотнее это кстати единственная в икее кухонная круглая раковина ну я америку не открою но все равно мне вот это наверное всем сказать что рекомендуем сажать на герметик да это логично так в оттуда лен еще одна уже 67 на 47 с одиночным крылом у нас похоже из старой линейки и уже не продают я пытаюсь раскрутить себе конструкцию чтобы показать это лили викинг ну да со всеми сифон не раскрутил там вот этот часть вот эта сама сеточка да она уже вынимается надо ножик в любом случае чтобы что-то достать из литейской раковины так по нержавейки мы в принципе с тобой пробежались по всей что сейчас керамика или камень ну давай мы сейчас искусственным камнем поговорим давай с камнем прям сами ну просто не знаю почему такое название искусственный камень под камень пускай будет под камень хотя и он называется у нас вот вы смотрите где у нас одинарная врезная мойка с крылом кварцевый композит состав у нас кварцевый порошок и акрил их все рассказал про папку ну ладно остается мне только вам сказать что это уже относится самым тихим мойкам вы шум воды не услышать ну барабаны очень тихой мойку потому что она очень за счет то что имеет композитный материал и гарантии 5 лет всего почему а то что это мойка вот очень боится острых предметов то есть если я в ножик кино на меня пошли нет она не пошлет она просто останется небольшая маленькая ямочка от ножек я не хочу зато красивая смотрели даже шильдик как у машины плюс она не очень любит очень горячую посуду когда допустим ты пожарил на сковородке и быстро-быстро под кран положил как не потому что домой куда может случиться не рекомендую я и могли не знаю она во первых не тресет она может быть может плавиться что в общем кто пытался в такие кварцево композитные мойки кидать горе рекомендуют в эту железку хоть угли китайцы ничего не вдруг кто-нибудь уже пробовал интересно же но не рекомендует боится острых предметов горячая раскаление раскаленных предметов острых предметов требует каждый раз после мойки требует вытирать насухо мойку обязательно точно не нашли данную мойку уже я могу рекомендовать использовать в паре с посудомоечной машиной посудомоечная машина должна будет уже выступать с этой раковины как основная основное средство мытья посуду а это как дополнительные чашку сполоснуть почистить что-нибудь может помыть да будешь посудомоек заводить вот но они относятся к более таким эстетическим и их можно сделать любого цвета любой формы в отличие от металлических моек которые герметик накладывается вот по вовнутрь поверхности вот этой вот по пустой части поверхности герметика накладывается скрыто да а вот тут не за этого материала посмотрите она во первых не ровно и вот тут она вплотную практически встала а вот тут по всей длине она гуляет поэтому рекомендуем у нас если у вас цветной цветной мойка цветной мойка использовать прозрачный герметик используйте прозрачный дополнительно чтобы не попал туда вода какие он все должны из-за того что он кривой он не может априори такой материал быть идеально ровно гуляет столешницы еще гуляет можно быть клиенты особо умные потянут сюда ложатся она вот она отходит так ну что по теории у нас все мы можем смотреть а можно вот так сделать она она на ней царапина появляется вот гулян оставляет царапина толстых предметов поэтому я тебе уже сказал не а материал сам ты платишь за материал и за тишину и за эстетику ну плюс устойчиво она вообще честно она прям приятная на теплая на них она классно на такой удач на типа тектильном ощущении что-то пластмассовая керамика с пластмасса связано уже такое общем бархатистости с кэлен цвет бежевый и цвет темно-синий серый дим пока что убежали по сервере скажу цена 14 990 размер 78 на 50 а глубина шиш только длина и ширина было почему все-таки кинешь информацию как ведомо мне интересно что догадывайся сам ну вот так сантиметров то 20 будет вот до 2 моих ладони но был ей кнопку вызвать ну сейчас уже поздно и кстати знаешь какая особенность вот здесь она такая шероховато а здесь она гладенькая так темно-серый цвет но вот если брать то я рекомендую беж это уже отзывы наших клиентов именно доставки икея вот если по нержавейки я могу сама вам поделиться опытом что на ней следы то здесь понятно у нас из нержавейки раковина и керамика а вот такая вот если серая она очень быстро ухайдакивается дим царапинка показал нет еще вот 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 поэтому здесь только эстетисту аккуратисту с этой раковиной же но мы не будем сейчас подвергать краш-тесту мнение я просто хотел немножко ножичком поцарапать и чтобы видом так с келен есть еще круглая цена 10000 без 10 рублей вот она 5 лет биплатные гарантии диаметр 51 сантиметр вырез соответственно уже есть дим ты можешь показать материал здесь прям на срезе видны ну что показывают туда но просто не шлифованную да как отлитая так ползаем пополам кварцевый песок и акриловый пластик здесь кстати процентовка не показана kills weekend цена 15000 ну да это тоже кварцевый композит 56 на 46 объем уже 36 литров захотели рассказали тоже цвет красивый вот это кстати более симпатичный чем с келен и с келен светлее этот серенку уходит вот я путем логического мышления думаю что на бежен цвете разводы не будут виду вообще вот на черном наверное это максимальный будет видно царапины развода кажется разок россии 16 990 стоит и в черном цвете разница только визуале то есть кому эстетически красиво и нравится пожалуйста забыл сказать что каждую мойка как керамическая композитной мойки имеет свои крепления потому что она не особо тяжелая например на повесу чуть-чуть тяжелее чем металлическая поэтому требует крепления зацеплять кто-то громко там кричит кого-то прямо это куда-то не пущает ну ребенку игрушку не знаю так новиночка кель свекин тоже из этой же линейки в черном цвете надеюсь что будет и бежевая 16000 72 на 46 очень покажи пожалуйста по этот сливчик красивый они у всех как у металлических но у металлических просто форма другая а так месяц слив на когда хочется сбоку у нас по привычке всегда да вот здесь перед лицом объем 30 литров глубина 18 сантиметров фактически практически все раковины под 18 стандарт так я еще ищу керамику нашу но керамики тут на выставке у нас 2 оказалось да так у нас осталось 2 керамических раковины дим какой-то теории будешь давать по раковинам ну скажу это mercedes среди раковинов как я радуюсь тут чуть убираются на мойке у этой даже цены нет это я тебя хейтере даже посмотрев на центру так ты подтвердишь мои слова что это морседес вангуем ну давай там 15 мы не смотрим честно си я не знаю не занять цену half set 18 9 ну mercedes mercedes это не mercedes это раковина хавс хавсет почему я имею почему я говорю что это mercedes почему колес круглых во первых это это тоже относится к самым тихим мойкам с керамической мойкой вы не услышите шуму воды это самое большое достоинство можно а я сам от себя ну да вот я прям калачу мне больно костяшки то еле слышно и вот она дает эстетику и анти шум но у керамики больше минусов я скажу чем плюс какие боится острых предметов тяжелых предметов лобушкам а полушку боится да она боится в первую очередь к повреждению глазури если повредить глазури можно как-то отреставрировать или раковина выброса нет может есть специальные средства на него но не викинг у нас заморачиваться просто боится нечаянно обращение посуды когда допустим на эмоциях такие ну тарелочку положим да она может разбиться раковина тарелочка тарелочка потому что раковина она очень толстая по стенкам и разбить ее надо постараться уже хорошо а кипяток можно можно то есть не желательно использовать раскаленную посуду в мойке ну вот хорошо ты говорил вначале когда пример со сковородой но со временем также появляются микротрещины о керамической мойки и не не желательно суда выливать кофе и те фрукты общие которые имеют свойство края сегмента царапины оттереть не смогла то же самое относится композитной мойки сушну классные мне очень понравилось во первых у нее есть именно фартук однореканий ни разу не было единственное что все таки это керамика и периодически она приходит браком и последние три капли в сторону керамики и и не рекомендуется использовать как основное место для мытья посуды опять же тут основном даже основной должно быть посудомойкой рабочим инструментом керамика это чисто эстетика что-то небольшое помыть чтобы типа у меня рак и она есть мурак она в любом случае необходимую она придется покупать дом керамика очень требовательны к уходу вот так скажу то есть за ней а бы как не плохо это самый максимальный капризный капризный среди всех моих железный это для тех не хочу обидно для неряшливых до хозяев для тех кто особо не париться помыл использует мойку как функционал и все не более а вот композитная керамика уже требует внимания к уходу ты помыл посуду убери пожалуйста на на сухопротрейн поэтому люди комбинируют с посудомоечной машины чтобы это не загружать так вот часть классная на самом деле очень много ценного дим я даже для себя просто очень долго хотела керамику и понимаю что ну как бы клиента заказывают часто кстати парковину не консультируется а просто спрашивает глубину были ли были варианты брака и все поэтому когда себе например сейчас выбираю новое мы планируем либо переезд либо апгрейд квартиры я очень хочу вот такую защиту и мне вот это визуально понравилось то что мне сейчас сказал мне не очень нравится поэтому ну наверно вот я тебе металлическую я бы облеплю все ведь виброполастом круто мы с тобой договорились так дальше смотри хавсен это последний принципе а мойка последняя мойка из того что представлено в кей на данный момент я кстати временно нет на складе увы объем я обратила внимание у керамических самый большой потому что нет наверно никаких лишних выступов она сама по себе большая добротная глубина чаши также 19 сантиметров смотри вот это очень классно вот он выступ весь да то есть вы как угодно может ее поставить не обязательно это для и киевской кухни раковины мойки людей стандартные и подходят для любой стали что мужик раз комментарий уже сейчас чувствую кусайте нас ешьте ну что поделать вы вкусные прости навсегда вкусные друзья мы в принципе по мойкам где все еще так как керамика тоже тот еще продукт ну видимо роль и он имеет большие зазоры между столешницей и нижней частью обязательно или белый герметик или прозрачный деда мне кажется вообще любую мойку надо сажать на герметик но к этому надо более ответственность отместить чем керамики чем композиту и металлов металл самый ровный самый не заморот это нержавейка все остальное это уже заморота если не хочешь париться и у тебя нет посудомоечной машины однозначно нержавейка поэтому в икея представлено очень много нержавейки до нержавейки в разных вариаций ответ почему нержавейки больше чем всего остального все остальное она как бы на выбор а вот это как в автосалонах есть ходовые модели а есть несколько такого эксклюзив чекану для ценителей но я возможно забыл сказать что никаких губок металлических как и на спираль к искусственный камень а тем более керамика вообще никто забыл ни в коем случае максимум полимерная губочка уйти очень много губочек щеточек тряпочек а в принципе они обеспечивают полностью потребность в уходовых средствах то есть этого более чем достаточно я ухаживаю за раковиной из нержавейки с помощью теевской губки щетки и у нас жидкое эко-мыло гринмыло сибириан волна со мной не разъедает поверхность и она очень хорошо из мелких пор вытягивает друзья в принципе по раковинам по мойкам у нас пишите какие они давай напишу обзор мойки тире раковины потому что когда смотришь ты вот на этот предмет сложно назвать ее мойкой и сразу ассоциация в ванной да почему-то ну мойка так мойка бог с ним подводим итог искусственный камень композитная мойка мойка искусственного камня и композитные материалы и керамика только используется при варе в паре с посудомощной машины нержавейки для всего остального друзья пишите какие мойки у вас как долго вы ими пользуетесь как и были ли у вас нарекания в плане эксплуатации а был ли брак как и кей вам помогла это или не помогла решить это будет полезно отвечу сразу на комментарии почему я туплю иногда у меня заканчивается мысли внезапно потому что я одновременно свяжу за картинкой на звуком и говорю и я пока еще не учился одновременно сделать три вещи но это и сложно это и звук это глаза да потому что я когда начинаю вести диалог у меня иногда камера уходит и мне уже 3 3 видео где ты участвуешь активно на 3 элемент уходит я слежу с двумя вещами за звуком за голосом у меня картинка уходит если я смотрю за картинкой у меня мысль уходит и вот давай мне тогда камеру давать ну да будем местами так делать будем скоро менять друзья пишите комментариями делитесь на самом деле не жадничайте размещайте видео в соцсетях это поможет каналу оставляйте лайки и кстати кому актуальна доставка именно в саранске обращайтесь нашелся всегда открыт мы находимся на большевицкой 85 у нас очень грамотные обученные менеджеры плюс мы с димой всегда на связи и рады вам помочь и очень ждем ваших комментариях ваш опыт очень полезен для нас а мы погнали дальше